И снова всем привет! Мы проходим мануальную терапию. Сейчас интересный момент. Мануальная терапия уха. Смысл в том, что там идет за ушной раковиной, вот перепонка, вот там ушная улитка пошла, самые маленькие косточки здесь, вы помните, наковальные стримничка. И дальше вот пошло вниз евстахиевая труба. Она идет по диагонали, получается, вот ушная отверстие, по диагонали вот туда к пазухам. Гайморовые пазухи, да, за носом которые, то есть вот представьте эту диагональ, вот туда она идет, в глубину. Поэтому нам, когда мы выдергиваем за раковину, надо выдернуть, вот здесь поглубже взяли, выдернуть вот по этой диагонали назад. Потом берем за верхнюю раковину и также по диагонали назад. Это вот два приема, чтобы не скользила рука небольшую, тут нам надо взять маленькую такую тряпочку, салфеточку. Фиксируем череп, вот прям, чтобы он не крутился, да, плотно. Вот туда поглубже, отсюда отсюда снимать, вот прям вот туда поглубже залазим. И выдергиваем вверх. Слышал, да? Вот по такой диагонали. Не обязательно может получиться так, тогда второй способ. Завершим, дергаем, дергаем тоже в ту же сторону, как бы вот так вот выворачивая ухо. Только смотрите, если вы захватите вот так и будете кривить ухо, да, человек просто будет вольно, он нас ударит. Поэтому захватили, делаем резко, чтобы не успел человек почувствовать боль. И вот туда. Немножко больновато, да? Нормально. Третий способ. Захватываем теперь все ухо целиком. Вот так вот, вот плотно. И за счет того, что наш кулак от черепа, видишь, отодвигает его, вот, мы, получается, выдергиваем по диагонали вот туда уже. Фиксируем жестко и и дермаем. Чуть-чуть уже волновата стала, да? Нормально. Умеючи, когда вы потренируетесь, да, с первого раза, может, не всегда получиться. Но когда вы потренируетесь, уже может так с человеком здороваться. Вот, привет-привет, он к вам руки тянет, а вы ему так раз за ухо. И его ухо тук. Вот что у нас здесь, да? Да, чуть-чуть. Да. И его ухо тук-тык, он сразу такой в себя приходит, что случилось? Так, и еще один способ. Выдергиваем теперь вот это вот сухожилие над ухом. Значит, наш удар будет такой хлесткий, как плеткой, вот так вот. То есть поближе взяли, подняли вверх и в сторону подагонали, вот туда же с ногой. Пробуем. Вот, ну, в принципе, и даже я иногда сам себе так делаю. Прозакрашу как-то взяли. Вверх и в сторону. О, слышно было, да? Вот, ну, а теперь, ну, кстати, для чего это делается, да? Улучшается височное кровообращение в головном мозгу. Улучшается проходить...